Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня мы продолжаем изучать политическую экономию марксизма. Я напомню, движение вперед предполагает, что немного отойти назад и вспомнить то, что мы изучали в прошлом семестре. Изучали мы политическую экономию капитализма или производственные отношения к капиталистическому способу производства. Я напомню, что основу капитализма или капиталистического производства составляет товарное производство, А капитализм есть не что иное, как ступень развития товарного производства. Я думаю, вы помните, та ступень, когда рабочая сила становится товаром. Или, иначе говоря, всеобщее товарное производство. Все продается, покупается, все является товарами. Даже и нематериальные вещи. Это отдельный разговор. А вот возникает вопрос. И что, на этом развитие заканчивается? Вот стал капитализм. Пришел на смену феодализму. Что это будет вечен? Нет, конечно. Мы же знаем, мы глубокие диалектики. Мы знаем, что все и в природе, и в обществе имеет свое начало и свой конец. То же самое и капитализм, как в целом брать общественно-экономическую формацию или капиталистический способ производства. Он когда-то возникает, происходит определенные этапы развития и затем приходит, уступает место более высокой формации. Поэтому наша задача сегодня – проследить эти самые этапы развития капитализма. Тема так и называется – этап развития капитализма. Я напомню, что по итогам лекции у нас будет контрольная работа. Темы должны быть вывешены в системе дистанционного обслуживания. И в следующая среда – семинарское занятие. То есть все как обычно. Список литературы также вы найдете в системе СДО, где размещен список вопросов. Итак, давайте осмотреть. Ну, вспомним даже историю. Вот капитализм пришел на смену феодальной общественно-экономической формации. И первый этап капитализма, я думаю, все вы назовете, это этап, совершенно верно, этап свободной конкуренции. Но если брать совсем упрощенно, что это такое? Это когда в сфере производства, в сфере торговли, в банковской сфере действуют многие капиталисты. Они между собой находятся в отношениях конкуренции. А конкуренция – это что такое? Это борьба за частный интерес. Борьба за интерес. А какой интерес у капиталистов? Получить большую прибыль, совершенно верно. И вот они конкурируют между собой. Кто-то повышает производительность труб, да, кто-то внедряет новую организацию производства, кто-то взрывает конкурентов, это не суть важна. У всех одно устремление – получить большую прибыль, и он применяет различные методы. Что получается в итоге? В итоге один капиталист побивает другого. А третий капиталист побивает первого. А дальше-то что? Побив конкурента, он занимает его место. То есть этот капитал более удачливого, более предприимчивого, более энергичного капиталиста начинает как бы разбухать. И идут процессы укропнения капиталов, их концентрации, централизации. Есть такие экономические понятия – концентрация производства капитала, централизация капитала. То есть проще говоря, на место этих многим мелким, небольшим, средним капиталам и конкуренции между ними приходит крупные. И число становится меньше. Но крупные между собой конкурируют? Конкурируют. И побивает кто-то, побивает другого. На место крупных капиталистических предприятий приходит самый крупный. И, наконец, наступает такая ситуация, когда в каких-то, ну во всех отраслях сферы деятельности остается несколько самых крупных, самых удачливых капиталов и капиталистов, которые захватывают соответствующие рынки и сырья, и сбыта, и начинают диктовать свою волю. И таким образом капиталисты или капиталы превращаются в капиталистические производства, мелкие, средние, крупные, становятся монополиями. Вот почему идет этот процесс. Что это такие злокозненные капиталисты? Они действуют, капиталист, напомню, кто такой. Это персонифицированный капитал. Поэтому в действиях капиталиста действует он в происходящее своих интересов. Экономические интересы такие, чтобы побить конкурента, занять его место, получить большую климу. И мы знаем научное понятие капитала, это самовозрастающая стоимость. Есть пределы самовозрастания стоимости? Нет. Они безграничны. И вот они самовозрастают, бухнут, бухнут, бухнут. Убирают со сцены деятельности конкурентов и захватывают территорию. Становятся монополистами. И вот давайте мы пока остановимся на этой точке и посмотрим. И что происходит? То есть, скажем, когда капитализм сместил капитализм, ой, феодализм, была конкуренция между массой капиталистов, то сейчас на место конкуренции что приходит? Монополия. То есть, видите, объективно уходит к определенным действиям капиталистов. На место свободной конкуренции приходит нечто противоположное. Ведь монополия противоположной конкуренции. Противоположная. И вот таким образом капитализм переходит, дискивается, втаскивается в новое состояние. Это новый этап. Или новая ступень развития капитализма. Внутри капитализма. Это монополистический капитализм. Или, как еще есть другое название, синоним. Слово монополистический капитализм – это империализм. То есть, империализм и монополистический капитализм – это синоним. Поэтому, когда вы будете встречать в печати, в интернете, некоторые любят бросаться терминами «вот империалист», «проклятый империалист», есть научное понятие империализма. Это монополистическая стадия развития капитализма. Ну, сделаем небольшое отступление. Если вы внимательно читали «Капитал Маркса», первый том, который рекомендован в списке литературы, особенно, 24 глава. Одна из последних глав. Есть там такой параграф. Седьмой. «Историческая тенденция капиталистического накопления». Маркс когда жил? Могу мы читать, первую половину и творил. 19 века. Вроде бы, господствовал капитализм, свободные конкуренции. Первый том капитала вышел в 1867 году. Это середина. Середина, да. Лучше сказать, середина. Совершенно верно. Но вот в этой главе Маркс, как настоящий ученый, который выявил истину, он описал и раскрыл вот эти тенденции. Он увидел эти тенденции в развитии капитализма. То есть идет, шел процесс концентрации капиталов. Образование акционерных обществ. Это что такое? Акционирование. Это укропнение. Это одна из форм укропнения создания крупных капиталов. Централизация капиталов. Вот Маркс сделал вывод, что тем самым капитализм подходит к известной черте своей. Ну, как мы знаем, Маркс умер. А затем через полстолетия, на рубеже 19-го и 20-го веков, то есть конец 19-го века, начало 20-го века, весь мир капитала втиснулся или перерос в эту монополистическую стадию. Продолжателем дела Маркса и Энгельса, как мы знаем, был Владимир Ильич Ленин, он написал замечательную работу. Называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Она из списка рекомендованной литературы. Сам Владимир Ильич, как человек скромный, назвал ее популярной очеркой. Ну да, читается она легко. Не то, что наукологики Егеля, даже не то, что капитал. Хотя в ней заложены глубочайшие мысли. То есть я настоятельно рекомендую эту книгу прочитать. Она находится в 27-м томе полного соврания сочинения Владимира Ильича Ленина. Я думаю, вы найдете ее в интернете. Она вот такой небольшой толщины. Владимир Ильич Ленин исследовал и рассмотрел, прочитал гору литературы тогдашней. Надо сказать, были ученые искать. Хоть и буржуазные, но они неправильные выводы сделали. Он отмечал двух крупных ученых Гобсона и Гильфердинга в начале своей книги. Вот он, отпираясь, отталкиваясь от них, обобщил и свел воедино все эти новые тенденции, которые происходили и произошли в капитализме. Но давайте мы проследим вместе с Владимиром Ильичем его логику. Итак, вот эти процессы укропнения капиталов, образования монополий, прежде всего, где идут? В сфере промышленного производства, конечно. В сфере торговли. А есть еще такая специфическая сфера деятельности, сфера обращения. Где главное действующее лицо? Да, деньги. А то деньгами занимаются какие организации? Совершенно верно, банки. В сфере деятельности есть банковские капиталисты. Ну давайте логически рассуждать, что процессы монополизации, они идут только в сфере промышленного производства или в сфере торговли. А что сфера обращения, она как бы сама по себе там, живет другими экономическими законами? Нет. Поэтому процессы концентрации, то есть укропнения банков, централизации, процессы монополизации в целом шли, и идут до сих пор в банковской сфере. Когда на месте десятков и сотен банков, наоборот, сотен банков, образовались, получились, несколько крупнейших банков. Значит, еще разок, вы правильно сказали, чем занимаются банки? И в какой сфере? В сфере обращения. И предмет и деятельность – это вот деньги. Как особый товар выполняет роль? Да, всеобщего эквивалента. Основные функции банков какие? Это проводить, первая самая функция историческая, проводить расчеты между функционеришем и капиталистами. Ну и, понятное дело, населением. Затем, аккумулировать, то есть хранить временно свободные денежные средства тех капиталистов, у которых пока есть излишек. И третья функция – давать кредиты, то есть предоставлять во временное пользование суды тем капиталистам, которые в них нуждаются. А у функционеришек капиталистов с деньгами, как известная поговорка «Сегодня густо, завтра пусто». Если густо, он несет в банк и там держит на депозите, получает какой-то процент. А если пусто, обращается за гренитом. И вот представьте ситуацию. Значит, теперь в банковской сфере не 100 банков, а 10. А может быть, крупнейших монополистов. А они что монополизировали? Ресурсы, денежные ресурсы, кредитные ресурсы. А раз так, то банки начинают диктать. Крупнейшие банковские монополии начинают диктовать волю промышленным или торговым капиталистам. Вот я приведу такой пример из нашей жизни. Кто-нибудь из вас брал ипотечный кредит? Нет. Брали, да? Много было документов от вас требовали? Да. Да, много. Но если вы хотите посмотреть, сколько документов требуют банки, когда берет кредит юридическое лицо, а юридическое лицо – это капиталист. То же я с него здесь. Там столько, там один список на многих страницах. Поэтому банки, пользуясь тем, что они монополизировали денежные средства, кредитные ресурсы, все подноготно возьмут. Мало ли, что это не документы. Они заставят промышленного капиталиста открыть расчетный счет у себя. И все деньги, денежные средства, все расчеты пустить через свой банк. Это первое. Затем еще заставят подписать соглашение о безоцепном списании средств. Ну, скажем, с вашего счета кто может списать средства? С ваших личных счетов банковских. С карточки только владелец счета. А безакцептное что значит? Без согласия. То есть банк же получает за кредит проценты. Так вот, благодаря этому безакцептному соглашению, с расчетного счета своего клиента, функционирующего капиталиста, без его разрешения списывают необходимые денежные суммы. Чтобы получить крупный кредит, что еще нужно? Дать залог. Значит, банки берут залог. Залог, а что откуда-то? Это имущество капиталиста. Если он не вернет вовремя кредит, задержит, то дальше банк через суд, через продажу залоговое имущество все себе вернет и разорит капиталиста. То есть тем самым, вот в этом единстве, ну на самом деле они находят единство, определяющее место занимают банки. Оказались. И происходит сращивание банковских, крупнейших банковских монополий с промышленными монополиями. И в итоге, в итоге образуется так называемый финансовый капитал. Значит, что такое финансовый капитал? Точное понятие даю. Это банковский монополистический капитал сросшийся промышленным монополистическим капиталом. Здесь определяющую роль играют банковские монополии. Представители финансового капитала это финансовая олигархия. Значит, я сейчас достаточно быстро вот бегу, даю основные вам узловые точки, понятия. Ну вот у нас очень часто публицисты, журналисты, везде в интернете, на телевидении любят говорить олигархи, олигархи и так далее. Но, как правило, не к месту все. Поэтому на самом деле-то финансовая олигархия это представители финансового капитала. значит, должен быть наличие финансовый капитал и только тогда будет настоящее финансовое олигархи. Все остальное это для красного славца. Идем дальше. Вот эти процессы концентрации, централизации капиталов, образования монополий, они шли во всех капиталистических странах. где больше, где меньше. И понятное дело, что в наиболее крупных капиталистических странах вот этот финансовый капитал был более крупный, более мощный. И наступил тот предел, то время, тот предел, когда внутри страны ему было тесно. Вот монополия. Они внутри страны все захватили. Рынки сырья, рынки сбы, дальше идти некуда. Срослись между собой банки и промышленные монополии. Образовался финансовый капитал. Что ему делать? Понятный путь. Выходить за границу. За границу. И пытаться завоевать остальные страны. И этот процесс пошел. То есть крупнейшие капиталистические страны, а в конце 19 века мы можем назвать эти страны. В Европе Германия, Великобритания, Франция, за океанов Соединенные Штаты Америки, на Дальнем Востоке Япония, Россия тоже крупная капиталистическая держава. И какие инструменты, какие виды выхода за границу и попытки захватить и закабалить другие страны. Первый основной инструмент или метод это вывоз капитала. Есть точное политэкономическое понятие вывоза капитала. вывоз капитала это вывоз за рубеж стоимости целью получения прибавочной стоимости. Голи популярны. Это когда капиталист какой-то страны вывозит свой капитал в другую страну и там либо покупает завод, либо на эти деньги строится завод, нанимается рабочая этой страны, производится продукция, создается прибавочная стоимость и эта прибавочная стоимость присваивается иностранным владельцам этого завода и выводится в свою митрополию. И вот в период перехода к монополистическому капитализму вывоз капитала приобретает решающее значение по отношению к вывозу товаров. Ну а вывоз товаров он был свойственен к ранним этапам развития капитализма. Вообще это капитализмом было в торговле. Но именно на стадии монополистического капитализма вывоз капитала приобрел вот такое особое решающее значение. Что происходит дальше? Дальше все это связанное не так, что что-то одно а другое забываем и не используем. Кроме вывоза капитала используются другие экономические методы или можно упрощенно сказать инструменты закабаления других стран выкачивания прибавочной стоимости. Мы остановимся на некоторых современных методах. в итоге крупнейшие капиталистические страны крупнейшие либо союзы этих стран либо союзы крупнейших монополий монополистов сначала делят мир экономически на сферы влияния. То есть происходит экономический раздел мира между союзами крупнейших государств или союзами крупнейших монополистов. Ну цель какая здесь? Побольше выкачать прибавочной стоимости. И на основе экономического раздела мира произошел территориальный раздел мира, когда крупнейшие империалистические державы поделили более слабые между собой и образовалась система колониального господства, империализма. Если мы посмотрим на карту конца 19-го начала 20-го века на карту мира, вот я помню еще со школы, скажем, Великобритания по площади незначительное место занималась, закрашивалась зеленым цветом. И по всему миру этим же зеленым цветом были закрашены огромные территории. Мы можем назвать Индия, Австралия и так далее. Германия почему-то закрашивалась коричневым цветом. Вот в Африке были колонии Германии. Франция закрашивалась розовым цветом. Очень много государств, особенно в Центральной Африке, были колонии Франции и так далее. Мы подходим к завершению. Первой части нашего рассмотрения монополистического капитализма. Вот шли такие процессы. Чему они привели? Они привели к тому, что капитализм свободной конкуренции перерос или перешел свою последнюю высшую высшую стадию. Стадию монополистического капитализма. Такую стадию, где господствует финансовый капитал крупнейших государств, которые экономически территориально поделили весь мир. Ну и соответственно, те страны, чей финансовый капитал грабит более слабые страны, можно назвать империалистическими странами. Что нам нужно, какие выводы давайте подведем. Вывод первый. Вот что такое деление странно горстку империалистических разбойников и подчиненных, зависимых от них, который произошел в конце 19-го, начале 20-го веков, то есть в эпоху, когда капитализм перерос, не просто перерос, а перерос в свою монополистическую стадию, что раз и навсегда данный? Нет. Потому что в условиях капитализма действует еще один экономический закон. Закон неравномерного экономического и политического развития стран. Именно в эту эпоху. Об этом экономическом законе писал Владимир Ленин в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы. Что он означает? Что в эпоху империализма идет конкурентная борьба. Конкуренция же полностью не устраняется. Между монополиями есть конкуренция? Есть. Между странами периодическими идет борьба? Идет борьба. То есть идет борьба уже не за раздел мира, а за передел мира. И она постоянная. Она никогда не закончится. Это с одной стороны. С другой стороны появляются скажем так новые игроки на сцене. Силу различных обстоятельств. И меняется соотношение силы между империалистическими державами, между их блоками и так далее и тому подобное. Поэтому если мы посмотрим на историю 20 века. Вот после Второй мировой войны произошли изменения внутри уже капиталистического лагеря. Я пока оставляю в стороне то, что в 17 году произошла социалистическая революция в России. Россия стала строить социализм в СССР. Социализм был построен и образовался после Второй мировой войны. Лагеря социализма я пока в стороне беру. Мы берем ту часть мира, которая стала капиталистической. Она в монополистической стадии. И никакой стадии другой сейчас нет. Вот мир капитала все эти там около 200 стран сейчас находятся в стадии империалистической. Но соотношение сил поменялось. И мы можем констатировать уже факты. Какие-то изменения. Если для сравнения, в начале века видно было блок Антанта, знаете такой блок из истории, это союз империалистов или империалистических держав Великобритании, России и Франции. Им в Европе противостояла Германия, крупнейшая монополистическая держава. Соединенные Штаты Америки свою политику проводили и на Востоке Японии. Вот были центры силы. После Второй мировой войны, повторяю, мы СССР не берем, остался один гегемон, если можно его так назвать, одна самая крупная, крупнейшая империалистическая держава, которая стала диктовать волю другим. Это Соединенные Штаты Америки. А все остальные как бы у них летут со хвости. Хотя понятно, это очень упрощенно, я говорю, на самом деле, много нюансов, сложностей, но пока я говорю это основную линию. То, что вот такое деление, которое было в начале века, прошлого века, оно не постоянное, не искать, не навсегда данное. И то, что мы видим сейчас происходит в мире, это тоже процессы, которые заложены внутри капитализма. Вот у Владимира Ильича Ленина в его работе империализм как высшая стадия капитализма есть очень образные и красивые сравнения. То есть империализм источник, постоянный источник его следа. Внутри заложен. Борьба за передел мира будет идти постоянно между крупнейшими странами, между группами стран и так далее. Это первый такой вывод. второе. Вот человек, который знаком с историей, скажет, а как же быть с колониальной системой? Ведь сейчас, вот за сто лет, в 20 век, колониальная система рухнула. Сейчас колонии-то раз, два, три можно на пальцы одной руки пересчитать. Маленький по территории, все остальные бывшие колонии крупные государства стали политически независимыми. Ну, во всяком случае, у них есть свой флаг, свой герб, свое правительство и так далее. так что, мы можем сделать вывод, что система колониализма, то есть система господства крупнейших империалистических государств и обираний зависимых стран рухнула? Нет, конечно. Просто поменялась форма, и на место колониальной системы империализма пришла другое, то, что получило название неоколониализм. Это такая система, когда крупнейшие империалистические державы продолжают грабить, высасывать кровь под прибавочную стоимость из зависимых стран. Только методы изменились. Вот Владимир Ленин нашел такое образное сравнение стрижка купонов. То есть финансовым капиталом вот этих империалистических разбойников создана такая система, что другим зависимым славным сторонам некуда деться. Любой шаг означает, что надо что-то платить. Приведем несколько примеров самых простых. То есть такая система, когда если мы воспользуемся таким известным выражением из одной популярной книги, когда наблюдечки с голубой каемочкой сами приносят вроде как. Вывоз капитала он как был так и остался. Это один из основных каналов опутывания, ограбления империалистическими хищниками других стран. Второе. после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки как один из победителей германского фашизма по принципу «куй железо погрешу» создали такие инструменты этого закабалина. Первое. Какая валюта считается и является мировой? Доллар Соединенных Штатов Америки. Любой стране, любой компании, чтобы выйти на международную арену и торговать, а это деваться-то некуда, надо же торговать и покупать и продавать. Экспорт и импорт как был так и остался. Какой валюты должны использовать? Доллар США. Это основная валюта. Есть еще евро. Евро это валюта как бы Европейского Союза, но на самом деле кто заправляет Европейском Союзе? Две страны Германия и Франция. Небольшую долю вот этих международных расчетов банковских, еще и фунт стерлингов, японская иена. То есть мы видим по названиям все те же страны, которые сохранили свое влияние и действуют в одной связке с крупнейшей империалистической державой с Соединенными Штатами Америки. Вопрос. Вот чтобы купить доллар, некоторые наивно думают, в силу каких-то обстоятельств надо пойти в банк купить доллар, съездить за границу мало ли чуть-чуть. Некоторые может быть думают, приходят в наш российский банк, дают рубли, им дают доллары. Откуда у российского банка рубли, доллары? Покупают, совершенно верно. Где покупают? В американских банках. А вот вопрос, американские банки, что, рубли берут? Нет, рубли не нужны. Не нужны. А как получается? А то, что Россия гонит туда товары, реальные продукты, товары, взамен получает доллар частичный. Вот это первое. Система межбанковских расчетов. Как она устроена? Вот скажем, российская компания заключила договор на поставку товаров с какой-нибудь компанией из африканской страны, не важно какой. Камерун, Тя, Тога, ЮАР и так далее. Как осуществляются расчеты? Через Америку. Совершенно верно. Если сказать одной фразой, через Америку. А как, если более точно, немножко расшифровать? То есть на самом деле-то этот экспортный контракт для нашей компании будет заключен, скорее всего, в долларах США либо ЕРО. Если в долларах США, тогда наша компания откроет валютный счет в нашем российском банке, а российский банк откроет валютный счет не в банке этой африканской страны, а в каком-то банке-корреспонденте, их называют банки-корреспонденты. И банковские счета это корреспондентские счета, в каком-то американском банке. Соответственно, африканский контрагент, где откроет, вынужден открыть счета, тоже в американском банке. Может быть даже в одну. И тогда все расчеты пойдут через американский банк. Вот так устроена система и деваться здесь некуда. Я проведу даже такой пример. Два года назад, еще два года назад, когда уже были санкции, но дело не дошло до открытых военных действий в Украине. В каких валютах осуществлялись расчеты по экспортно-импортным операциям между двумя очень крупными странами? Между Китаем и Россией. Вопрос на засыпку. Даю одну попытку. В долгах США. Правильный ответ. Еще в каких? Евро. Совершенно верно. До 80, а то и 85% расчетов. Вот представьте ситуацию. Ведь Россия это крупная капиталистическая держава. Страна. Она же находится в состоянии конкуренции с другими капиталистическими державами. Иных отношений нету. Россия и Россия. Нет, это обычно. Такие отношения должны быть. Они заложены в природе капитализма. Это отношения конкуренции. С Америкой, с Германией, с Индией, совсем другим. Китай. Социалистическая страна крупнейшая. Но она тоже находится в борьбе. Поскольку два противоположных лагеря. И метральных противоположных. Мир капитала. Мир столицы. Соединенные Штаты Америки как главный империалистический держава. И вот два конкурента Америки рассчитываются между собой в долларах США и евро. Ну правда за последние два года произошли серьезные события. Вот свежая информация, что доля расчетов в рублях за российский экспорт, это в Китай, составила уже 39%. То есть вот повысилась. Но по-прежнему доля, сейчас аккуратно пишут, доля расчетов в валютах недружественных стран, ну это доллар США, евро, возможно японская иена, возможно фунстерлингов, сократилась за два года. С 85,6% до 34%. Вот как. До сих пор не могут от этого избавиться. Насколько сильно повязаны. Возьмем еще пример. Есть так называемые международные организации экономические. Например, Международный валютный фонд. Все слышали? Всемирный банк. Вот они чем занимаются? Международный валютный фонд. Глобализм. Нет, они помогают, помогают слабым странам. Тем странам, как они попали в тяжелую ситуацию, дают им кредиты, займы дают. Ну это не просто так. Эти займы обставляются такими условиями, что проще, говорится, петлю на шею и повесится. То есть там условия касаются изменений политические, не только экономические проценты заплатить, военные, вплоть до кадровых изменений. То есть насколько все это повязано. И деваться некуда. Потому что нигде это нельзя. Ну вот одни, некоторые такие примеры. Так. Идем дальше. Итак. Историческое место империализма. То есть вот капитализм. Если брать его в процессе развития. Он зародился в недрах феодального общества. Как уклад. Затем была совершена политическая революция. И вот молодая буржуазия сместила феодальную аристократию. Смела феодальные путы. И стал капитализм развиваться. Сначала все было чинно и благопристойно. Как вот Маяковский. У Владимира Маяковского, великого нашего поэта, есть замечательная поэма. Владимир Ильич Ленин. Где он дает краткий обзор в стихах. В стихотворной форме. Развитие капитализма. Я бы сказал так. Экскурс в политическую экономию. Так что рекомендую. Взять и почитать. Так вот в молодые годы. Я близко к тексту постараюсь. Как пишет Владимир Маяковский. Капитализм был ничего. Деловой парнишка. И не боялся, что у него засалится манишка. Это вот такое поэтическое сравнение капитализма с свободной конкуренцией. А затем он перерос, этот самый капитализм, в монополистическую стадию. Ну как пишет Маяковский. Вот капитализм. Обрязг и лег на пути. Его не обойти. Вот что делать. Не объехать, не обойти. Только взорвать. Это последняя стадия капитализма? Да. И как показывает история, теория, практика. Это последняя, соответственно, высшая стадия развития капитализма. Монополистический капитализм. Поэтому мы можем такой вывод сделать. Вот сейчас мир капитала в какой стадии находится? Вот все страны, которые являются капиталистическими, они в какой стадии? Ни в какой стадии? Монополистической. Все страны, они как бы встроены в монополистическую вот эту систему. Эта система такая, где небольшая горстка империалистических разбойников, мы их называли поименно, вот как бы эксплуатируют в других странах. А вот мы подходим. Не высшее развитие тогда. Ну подходит совершенно верно. Вы меня как бы опережаете. Мы говорим о капитализме как общественно-экономической формации. И вот она проходит в стадии развития. И сейчас она находится, ну это с конца 19-го, начала 20-го века, в своей последней высшей стадии. А дальше-то что? А дальше она уступает место более высокой формации. А именно коммунистическому способу производства. Но как показывает история и практика, там еще одна ступенечка. Ведь вот эти процессы об обществлении производства, то есть его укропнения доходят до такой ступени, такой стадии, когда уже буржуарное государство начинает участвовать в экономике. Государство – это орган какой? Политический, правильно? А мы знаем, что общественно-экономическая формация, как и такого понятия, крупное историческое понятие, исторического материализма, это единство базиса и надстройки. Базис, фундамент, это экономические отношения. О чем вот у нас идет речь сегодня, на прошлом занятии. А еще сфера надстройки, политической, идеологической и так далее. Так вот, государство – это элемент надстройочных отношений. Ну, настройка какого-то, надбайсов. Так вот, дело доходит до такой степени, развития производства, его укропнения, централизации в обществлении, когда буржуарное государство уже вынуждено заниматься само экономикой. И появляется еще такая ступенечка в империализме, как государственно-монополистический капитализм. Уже государство становится, ну, как бы, с основной частью этих экономических отношений. По-прежнему заправляют монополией, а буржуазное государство им помогает в этом деле. А дальше? А дальше вот те противоречия, которые заложены внутри самого капитализма, и основное противоречие, о чем писал еще Марс Капитали, противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения, они дорастают до своих пределов, когда эта система взрывается. Взрывается, и на основную капитализму приходит новая, более высокая общественная экономическая формация. Октябрь, ну, 7 ноября 1917 года – это вот первый прорыв звена. И здесь еще один момент, на котором нужно остановить ваше внимание. Вот этот процесс что происходит везде, во всех странах? Вот если мы почитаем Марса с Энгельсом, ну, понятно, что они, как бы, заложили основу, они сделали предположение, что революция произойдет в ведущих, в развитых странах капиталов. Ну, вот Владимир Ильич Ленин, который уже жил в эпоху перехода к монополистическому капитализму, проанализировал эту ситуацию, сказал, нет, не так. Ведь действует вот этот закон, о котором мы говорили, закон неравномерности экономического и политического развития стран в эпоху империализма. Из него следует, что первоначально социалистическая революция произойдет в одной или нескольких странах. История подтвердила правоту. Затем образовалась система социализма, и вот на сегодня, на земном шаре, у нас существуют две противоположные системы. Касательно системы социализма. Ведь если мы с вами диалектики и понимаем, что мир как развивается, мир противоречив, а в этом противоречии есть какие тенденции? Противоположные. Поэтому если кто-то думал, что вот это поступательное движение будет вот такое прямое, прямое, с каждым годом, с каждым там десятилетием, от мира капитала будут откалываться новые страны, переходить в мир социализма, нет, не так. Да, сейчас современная эпоха, и Ленин дал ее оценку как эпоха перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе, но эта эпоха, она противоречивая. Она характеризуется чем? Единственными революциями и контрреволюциями. Вот мы застали тот период, когда в ряде стран, в ряде северсоветского Советского Союза, произошли буржуазные контрреволюции. Мы сейчас оказались откинутыми назад, в эпоху капитализма. Делаем перерыв. Можем вопросы? Давайте начнем. Вопрос. У нас возникло два определения империализма и империалистического государства. То есть империализм мы определили так, он политический. А империалистическое государство, как будто бы, это не что-то другое, то есть конкретно такое государство, которое на данной империалистической стадии развития получило привлегированное положение в мире. Нет, не два разных, они не просто взаимосвязаны, они неотделимы один от другого. Давайте еще раз пройдемся. Монополистический капитализм – это такая стадия, где господствует финансовый капитал. Повторяться не будем. Финансовый капитал, но капиталистический лагерь или капиталистическая часть мира состоит из многих государств. Сегодня мы можем насчитать, наверное, две сотни. Так вот, господство финансового капитала таких стран. Империалистическими странами мы называем те страны, чей финансовый капитал закабаляет и ограбляет другие более слабые зависимые страны. То есть империалистическая страна, она связана непосредственно или наоборот. Вот возьмем Соединенные Штаты Америки. Это однозначно сегодня крупнейшая империалистическая держава. Она, как говорится, появляется той частью мира. А кто в Ядресской центре стоит? Финансовый капитал американский, который при помощи тех инструментов и методов, о которых я говорил, вот он ограбляет эти страны. — Да, я согласен, конечно, с Дороженом. Понятно, что они связаны, но они не генетичные инструменты. — Нет, конечно. Это как бы развитие. Продолжение. То есть финансовый капитал, он же… — В стране возможен, но она может быть империалистическим. — Нет, не так. Вот какая-то страна, она и капиталистическая страна является составной частью капиталистического мира, или части мира, точнее. А он весь уже находится в монополистической стадии. Весь. Только разделение труда и разделение там разное. Вот это есть горстка империалистических разбойников. А это большая часть. Зависимые страны, которых закабаляют и грабят более крупные хищники. — Разве та страна, у которой закабаляют, там не может быть монополистического капитала? — Может быть. И, как правило, это капитал чей? Американский, английский, германский, французский. А свой капитал по названию однозначно есть. По названию есть. Но он не соответствует понятию. Окончательного понятия финансового капитала. Того, значит, финансового капитала — это банковский капитал, сроченный банковский монополистический капитал, сроченный промышленным монополистическим капиталом. Но не просто. А тот капитал, который выходит за пределы своей страны. И вот закабаляет другие страны. Я приведу такой маленький пример. Вот, когда у нас была реставрация капитализма, вот эти три десятилетия, капитализм уже стал, как бы у нас, на ноги. Чего только не было. В маленьком городе, в Великий Новгород, была финансово-промышленная группа. А финансово-промышленная группа — это одно из названий финансового капитала. Соответственно, финансовая лига. Состав этой финансово-промышленной группы, не буду называть, входили. Значит, цех по производству майонеза, автомойка машин. Три магазина. Ну, это финансовый капитал, по названию, да. Они сами себя так назвали. А, еще какая-то у них компашка, связанная с финансами, извиняюсь. Забыл. Ну, не банк, но что-то близко это. И некоторые вот так вот начитаются, говорят, так вот, финансовый капитал. Значит, Россия, так сказать, империалистические. Ну, это смешно. Другое дело, что если финансовая эта промышленная группа свои щупальцы бы распространила, да, другие страны, например, два в три десятка, и начал высасывать перебывочную стоимость из Соединенных Штатов Америки и так далее, вот тогда можно было бы сказать. Делаем перерыв. В продолжение вашего вопроса, какие страны можем отнести к империалистическим, какие нет, имеет большую историю, и столько здесь вариантов действия, как говорится, да. Ну, марсистская, ленинская постановка очень простая здесь. Мы с вами говорили, я повторю. В ходе становления и перехода капитализма в монополистическую стадию сформировалась группа собственно империалистических разбойников. Мы их называем империалистические страны, хищники и другие страны. Они не являются империалистическими, но являются составной частью системы империализма. Что говорят отдельные товарищи, деятели? Вот я возьму одну крайность. Некоторые говорят, если все страны являются империалистическими. Вот их сколько сейчас в капиталистическом лагере? Две сотни есть? Есть. Все империалисты, все разбойники, все хищники, все пытаются украсть, оттяпать у соседа. Поэтому, если относительно недавно Азербайджан пошел в войну против Армении, он империалист. А если там сколько там, 15-20 лет назад больше Армения и Азербайджан, он тоже империалист. Все империалисты, все плохие. Есть один из теоретиков в Германии, Марсийско-Ленинская партия. Его зовут Штефан Энгель. Вот он такую книжку, сборник, в 17-м году выпустил. И вот он обозначает новые империалистические страны. Он вроде как соглашается, да, говорит, там Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, это все империалисты, мы не спорим с этим делом. Но они старые империалисты, а есть новый империалистический. Он относит группу из 14 государств. То есть все государства БРИКС. А БРИКС это, как бы так, союз Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Государство МИСТ, Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция, Аргентина, Судовская Аравия, Катар, Арабский Эмират и Иран. Некоторые называют Россию империалистической державой. Я где-то понимаю, здесь с наукой-то и с доказательствами слабо, а больше так эмоций. Хочется выйти на трибуну и сказать такое крепкое слово против власти и прочее. Сказать проклятые капиталисты, наверное, слабовато будет. А вот сказать проклятые империалисты, вот так прозвучит. Хотя на самом деле, что здесь нужно? Вот как Владимир Ильич Ленин взял огромную массу литературы, экономической, статистической. Работа империализма как высшая стадия капитализма размещена в 27-м томе. Я вам говорил, она очень тоненькая, 100 с небольшим страниц. А в 28-м томе, в следующем, около 1000 страниц. Тетради по империализму. То есть конспекты, которые делал Владимир Ильич Ленин в библиотеке. Он был тогда в эмиграции. То есть целый том. Все, я думаю, основные работы, экономически посвященные данной проблематике, были им освоены, переработаны. И статистический материал. Вот берете это дело, смотрите. А дальше вывод получится сам по себе. Не то, что вот в голове у меня вывод сложился, я пытаюсь что-то там подтянуть, подтащить, подписать и так далее. Смотрим, анализируем ситуацию. Вот, пожалуйста, давайте мы пройдемся как бы в соответствии с Ленинской методологией исследования. Ну что сейчас? То есть первое. Это что? Образование монополий. Промышленных монополий. То есть вот как вот. Крупные монополии. Вот образуются сначала в стране. Затем они выходят за пределы своего государства и пытаются свои щупальца распространить по всему миру. Вот я взял такую статистику. Не, здесь написал. Количество крупнейших монополий мира. Список 500 крупнейших монополий. Фочин такой журнал. Периодически делает. Вот на первом месте Соединенные Штаты Америки. То есть в списке крупнейших мировых монополий 500. 122 это сколько? Четвертая часть почти, да? Это монополий Соединенных Штатов Америки. Дальше идут Япония, 53. Германия, 27. Франция, 26. Великобритания, 22. Затем я пропуски сделал. В России 4. Вот о чем это говорит? Пока мы можем сделать вывод, что такие-то страны являются империалистическими хищниками, а такие-то нет. Пока нет. Но это как бы первый шаг. Вот та экономическая основа база, которая позволяет той или иной стране выйти за пределы и уже грабить других. Второе, это если мы посмотрим... Ну, второе у нас что? Банки идут. Кстати, вот я тоже написал. Крупнейшие банки. Или крупнейшие банковские монополии. Видно? Там уже список. Вот на первом месте опять Соединенные Штаты Америки. Япония, Германия, Франция, Великобритания, все те же страны. В России один банк. Гербанк. Вот приведу такой пример. Активы всей банковской системы Российской Федерации. Вот последние данные. По итогам первого полугодия 2023 года составляют 147 триллионов рублей. Активы. Активы. Есть активы и пассивы любой организации. Пассивы – это то, что привлечено. Активы – то, что уложено, предположим. Они, как правило, равны. Нам эта цифра нужна для понимания, для сравнения фактически объемов. Так вот, 147 триллионов рублей. Если разделить на 90, курс доллара, ну, плюс-минус, скачет, получится 1,6 триллиона долларов. Запомним эту цифру. То есть активы всей банковской системы Российской Федерации. А у нас порядка 350 действующих банков. Кстати, за 30 лет, наверное, в 10 раз уменьшилось количество банков. Вот это и конкуренция. Так вот, возьмем крупнейшие банки вот этих вот империалистических государств. Я вам буду называть. Морган Чейз. Слышали, наверное, такое название, да? Это американский банк. Его активы составляют 4 триллиона долларов. Бэнк оф Америка – 3,2 триллиона долларов. БНП Париба – это французский банк – 2,6 триллиона долларов. Сити Групп – американский банк – 2,2 триллиона долларов и так далее. То есть активы любого из этих крупнейших мировых банков, неправильно, крупнейших банков любой империалистической страны, превышают все активы всей банковской системы России. Вот такой. Дальше. Происходит здесь слияние. И уже произошло банковских монополий с промышленным монополием. Образовался финансовый капитал. Ну вот посмотрите на мощь финансового капитала по этим цифрам, которые сейчас вы видели. Американских монополий и российских. Вот уже ничего пока не получается. Не выходит. Так, переходим к вопросам. У нас на втором части должно быть обсуждение. Вопросы. Да, вопрос тут пока-пока. Все ли производства капитализма существуют только ради библии? Конечно. Есть какие-то производства, которые исключение. Может быть, действует благотворительное общество, но они не входят в систему производства. А цель остается, конечно. То есть они не играют какой-то роли и не показывают лицо, вот основное лицо капитализма, его, ну так сказать, сущности. Их нельзя брать в расчет. Как могла бы называться школа или факультет, где обучали бы выгодно подавать собственную рабочую силу, специализирующуюся в определенной профессии? Это же является товаром капитализма? Если возьмем слово «школа» в кавычки, то эту функцию выполняют и должны выполнять профессиональные союзы, которые объединяются эти наемные рабочие и пытаются отстаивать, увеличивать, повышать себе заработную плату. Россия была империалистом в 1914 году? Ну вот если открыть упоминавшуюся здесь работу Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», то Ленин однозначно относил, ну по итогам своего исследования, к империалистическим державам Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, Германия. Японию назвал новой империалистической страной, а Россию характеризовал следующим образом, даже и в более поздних работах, грозящих катастрофу и как с ней бороться. Значит, для России характерен высокоразвитый государственно-монополистический капитализм и отсталое феодальное сельское хозяйство. То есть экономику России формировали два уклада, то есть вот этот новейший империалистический и, соответственно, помещий землодельный, да еще феодализм, феодальный уклад. Поэтому вполне империалистической державе Ленин Россию не относил, хотя в отдельных работах, которые были посвящены другим вопросам, он называл Россию империалистической страной. Вот у меня даже здесь лежит 30-й том. Страницу помню. 191-й, сейчас я вам процитирую. Так, одну секундочку. Статья называется «О сепаратном мире». Вот он пишет. Во всяком случае, за исключением этого последнего исхода, речь идет о другом вопросе, империалистская война поведет к усилению тех или иных из трех сильнейших империалистических держав – Англии, Германии, России. Насчет слабых – Сербия, Турция, Бельгия и прочее. Причем вполне возможно, что все эти три разбойника усилятся после войны, поделив награбленные. Колонии, Бельгию, Сербию, Армению. И весь спор будет идти лишь о том, в каких пропорциях разделить эту добычу. Так, как вы считаете, в текущей ситуации Россия ближе всех на пороге социализма или нет? Если коротко, то да. То есть это ваше выражение было? Если коротко, как некоторые просят, то да. Но я бы хотел пояснить. На пороге социализма. Вообще, у нас есть Китайская Народная Республика, которая является социалистической страной, но в экономике, а это базис, да, там сейчас многоукладная экономика. И в экономике там находится, идет переходный период от капитализма к социализму. Поэтому, если в этом вот брать по глубине, вот так вот анализировать, то, наверное, к социализму стоит ближе к Китаю. Хотя мы знаем корейско-народную демократическую республику, социализм уже построен. Ну, отвечаю на вопрос, кто ближе к социализму? Наверное, Китай. Если брать из капиталистических государств, то, безусловно, Россия. Значит, опять-таки, давайте посмотрим. Для того, чтобы совершился переход от капитализма к социализму, необходимо, чтобы единственные были объективные и субъективные условия. Это мы знаем из истории нашей собственной страны. Вот, все это изложено Владимира Ильича Ленина. Объективные условия, это вот необходимые условия, связанные с экономическими предпосылками. Однозначно, они в России налицо. Они были 10 лет назад и сейчас. Значит, капитализм российский откуда появился? То есть, объективные условия социализма, это крупное обобщественное производство. Вот единственная материальная основа социализма. СССР, ну, Россия, был не просто крупное обобщественное производство, это была вообще единая монополия, направленная на слово всего народа, всему обществу. И эту монополию стали разрушать. Но не до конца разрушили. Поэтому объективные условия в виде крупного производства у нас есть. Это первое. Второе. Наличие рабочего класса. Напомним, один из основных, из основного фундаментального положения. Единственной материальной силы, которая способна совершить вот этот переворот и перейти к социализму, является рабочий класс. Ну, понятно, что он не один это, так сказать, делает. Нельзя коммунизм построить руками одних коммунистов. Это ребячество. Ну, это до конца единственная сила. Так вот, когда свершилась социалистическая революция в России в 1917 году, фабрично-заводских рабочих насчитывалось порядка 4-4,5 миллионов человек. При населении России ну, более 100 миллионов, порядка 125 миллионов, да? То есть, основную часть населения России составляли кто? Мелкие буржуары, крестьяне, мелкие производители. То есть, значит, 4,5 миллионов рабочих оказалось достаточно, чтобы совершить победоносную социалистическую революцию. Сейчас рабочих это отдельный вопрос. Буржуазная статистика делает все, чтобы вытравить из нашего сознания понятие рабочего, но все-таки можно всякими путями подсчитать. Ну, порядка 20-23 миллионов рабочих мы это делали в рамках фонда рабочей и Академии фонда и Красного университета имеется. А в промышленности порядка 10-11 миллионов рабочих. Только в промышленности. А это ядро нашей экономики. То есть, рабочего класса у нас больше, чем было 100 лет назад. Поэтому здесь все, как, скажем, нормально. Кроме объективных условий, должны быть еще субъективные условия. А субъективные условия это наличие партии рабочего класса. Не может сам, так сказать, рабочий класс прийти в понимание, сознание своих исторических задач. Нужна партия. Самостоятельно он может только вести борьбу за копейку с рубля, за повышение заработной платы, за учение условий труда и так далее. Нужна партия. Есть партия рабочая партия России, в которых находится еще в начале пути большого. Кроме того, должна быть еще революционная ситуация, если вы помните. Это такое положение образно, да, когда низы не могут жить, а верхи уже не могут управлять по-старому и так далее. То есть, революционная ситуация, она требует от определенных тоже условий, которых на лицо сейчас однозначно нет. Ну вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, безусловно, Россия из капиталистических государств находится, наверное, в ближайшем, так сказать, пути к социализму. А теперь вы бы еще назвали странами, которые, ну, понятно, что большого количества рабочих, наверное, только в России есть. И нет. Значит, вот смотрите, объективные условия в виде наличия крупного обосчисленного производства есть практически во всех крупнейших капиталистических странах. Ну, из Соединенных Штатов Америки, Японии, Германии, Франции, Викобритании, я думаю, можно и по списку. Я специально не анализировал, но вот этого уже достаточно. Это первое. Соответственно, есть рабочий класс. Вполне возможно, по численности он больше нашего. Но вот этого мало будет. Должна быть партия рабочего класса. А вот в этих странах коммунистической партии, которая бы отвечала целям и задачам, нет. То есть и рабочий класс в целом, и партии, они заражены, конечно, ревизионизмом. И это случилось еще вот давно, еще при Ленине. Вот они отошли тогда коммунизм. Вот в 1914 год произошел раскол социализма. Большинство социал-демократических рабочих партий, ведь наша партия тоже называлась РСДРП, вот они предали социализм. И с тех пор вот так вот в тех краях и находятся, и обслуживают больше находящиеся власти свои буржуазии, чем рабочий класс. А это главнейший, один из главнейших факторов наличия партии рабочего класса. поэтому там, я думаю, им далеко еще. Ну, например, по-моему, в США там была партия полунистическая, которая, в общем-то, разделяет, насколько я знаю, позиции РПР в общем-то с вами, Не могу вам сейчас сказать точно. Ну, вот в целом пока ситуация такая. Вот те, которые вы четко так вот ставили вопрос, я думаю, что нет. Так, ну что, тогда заканчиваем, да, дорогие товарищи? Тогда, значит, контрольная работа работайте и встречаемся в среду на семинарском занятии. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok